Это итоги недели в студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Электронное обращение, прямой поезд и вкусный обед. С нового учебного года изменится рацион питания школьников, как себя показал экспериментальный проект. Люди в белом. В Беларуси отмечают День медицинского работника. Если нет любви к людям, то врач не может быть хорошим отмечом. Где время измеряют в жизнях? До слез. В Бобруске прошли выпускные вечера. Не просто вот уроки, здесь действительно дом. Сколько ребят попрощались с детством? Так выглядит счастье. По программе «Семейный капитал» открыто почти 127 тысяч депозитов. На первого ребенка мы назначаем 605 рублей. Как еще поддерживает государство? Девушки рулят. В Бобруске выберут лучшую автоледи. Приглашаем всех участниц. Каждую ждет ценный приз. Какие критерии? Массовые протесты, страшная трагедия и американское правосудие. Дональду Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений. В чем уличили экс-президента? Система сдерживания. Президент посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса. Ранее напомним, Александр Лукашенко давал поручение организовать в стране производство наиболее используемых типов боеприпасов. В ноябре прошлого года эта работа началась. Сегодня в Беларуси изготавливают артиллерийские снаряды, авиационные бомбы и опытные образцы оружия. Многие успешно прошли испытания. Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты-вертолеты, леопарды-бредли, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. А как оказалось, грады наши, новые, модернизированные, это не советские грады, Шквал и РСЗО, вот они дальше там стоят, Смерчи и прочее. Они оказываются очень нужны и решают большие проблемы на фронте. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все плюс автоматы, пулеметы, гранатометы, они решают большие-большие проблемы. После президент дал эксклюзивное интервью телеканалу «Россия-1». Александр Лукашенко ответил на все интересующие Ольгу Скобееву вопросы, даже самые острые и провокационные. В первую очередь ведущая программы «60 минут» поделилась своими впечатлениями от посещения белорусской границы, где размещены зенитно-ракетные комплексы С-400. Еще одна тема разговора – ядерное оружие. Целью мы были всегда, нас порвать на куски. С 20-го года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченные территории. А какая договоренность, если вам кажется, что агрессия, надо будет созвониться с Путиным и… Слушай, вот часто слышу, а вот это российское оружие, без России чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому, ну, что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара. Это не вопрос. Глава государства отметил, это не Россия стремится разместить свои ракеты на нашей территории. А Беларусь сперва просила, а потом стала требовать. Президент не устает повторять. Это элемент сдерживания. И применено ядерное оружие, может быть, лишь в одном случае – военной агрессии в адрес нашей страны. Фермерские хозяйства, вторая пенсия и комфортное путешествие. Российские железные дороги запустили прямой поезд из Самары в Минск. По каким дням? Громкие итоги недели. Далее, в специальном обзоре. Президент подписал указ по повышению эффективности работы госструктур. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь все жители. Предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности. Плюс широкополосный доступ к интернету. Это прямой путь для получения услуг в электронной форме. Новое развитие ожидает и службу «Одно окно». К 2025 в Беларуси планируют на 55% увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств. Сегодня их удельный вес в системе сельхозпроизводства страны – около 3%. Действует госпрограмма поддержки агробизнеса. Для стартапов предоставляется особый режим. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодья освобождаются от уплаты всех видов налогов. Школьные блюда стали более разнообразными и полезными. Специалисты разработали свыше 200 рецептов. В эксперименте, напомним, участвовали 23 учреждения образования со всей страны. В ближайшее время в правительстве будут подведены итоги. Известно, что пищевые отходы столовых снизились с 50-60% до 10-20%. Положительные результаты проекта внедрят повсеместно с нового учебного года. Свыше 16,5 тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Реализует программу страховая компания «Стравита». Новые клиенты отчисляют от 1 до 10% заработка. Такой же взнос на не более 3% делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после выхода на заслуженный отдых. Российские железные дороги запустили прямой поезд из Самары в Минск. Раньше путешествовать между городами можно было только с пересадками. Состав будет ходить раз в неделю. В нем плацкартные купейные вагоны. Предусмотрены также места для маломобильных пассажиров. За один рейс поезд перевезет более 600 человек. Будьте здоровы! В Беларуси в три раза вырастет минимальный размер больничного. С 2024 вступят в силу новые нормы, по которым ФСЗН выплачивает деньги по листкам временной нетрудоспособности. Тот, кто трудился не менее 10 лет и все это время уплачивал взносы, будет получать 100% утраченного заработка с первого дня бюллетеня. У кого стаж меньше 80. Пособие будет назначаться, выплачиваться только по основному месту работы. И, соответственно, расчетный период будет более длительный. Это 18 календарных месяцев, которые предшествуют кварталу, в котором наступил случай временной трудоспособности. Но при этом, какие здесь преимущества? В этих 18 месяцах ФСЗ учтет все выплаты по всем абсолютно местам работы в этих 547 календарных днях. Выплаты будут привязаны к минимальной зарплате. Сейчас это 554 рубля. Все работающие за первые 12 дней бюллетеня получают 80%. Затем уже расчет делают на 100. Дело во имя жизни. Беларусь отмечает День медицинского работника. Квалифицированную помощь в республике оказывают почти 2000 организаций. За последние годы система здравоохранения сделала огромный шаг вперед. Снизился риск инфекционных заболеваний. Уровень материнской и младенческой смертности соответствует показателям наиболее развитых стран. Поражает и успехи отечественной транспантологии. О настоящем призвании далее. Виктория Борисевич всегда знала, что будет врачом. Еще в детстве наблюдала за тем, как работал инфекционистом ее отец. Пошла по его стопам. Окончила Гомельский медуниверситет, интернатуру в Минске. Сегодня Виктория Константиновна – одна из самых молодых заведующих отделений БЦБ. Своей жизни без родной больницы не представляет. Сердцем прикипела. Профессия врача – это самая гуманная профессия. Одна из самых гуманных профессий. Если нет любви к людям, то врач не может быть хорошим врачом. Поэтому я считаю, что это одно из самых главных. Это гуманность, она же человеколюбие, ну и профессионализм. Второе инфекционное боксированное отделение рассчитано на 60 пациентов. Работает как четко отлаженный механизм. Обслуживает Бобруйский, Кличевский, Кировский, Глузский и Кличевский районы. Здесь лечат кишечные заболевания, гастриты, интоксикации, гепатиты. Доступны все необходимые методы обследования. КТ, УЗИ, ФГДС, колоноскопия, рентген. Каждому больному индивидуальный подход. Я прохожу уже второй курс лечения в этом отделении. Весь медперсонал, весь, я могу сказать, что очень замечательные люди. И очень, хочу сказать, очень душевные, понимающие. Вся жизнь служения людям. Геннадий Акулич отдал медицине более 40 лет. Под его умелым руководством успешно функционирует эндоскопическое отделение. В год здесь выполняют около 5000 различных исследований. В фокусе внимания бронхолегочная система, желудок, толстый кишечник. Плюс экстренные процедуры. Только клепирование кровоточащих сосудов проведено около 60. В настоящее время проходит закупка дорогостоящего оборудования для удаления полипов и желудочно-кишечного тракта. То есть, эта процедура выполнялась, но сейчас возобновляется. И будет это все делаться на новом, современном уровне. В Бобруйске в учреждениях здравоохранения трудятся 5940 человек. 918 – врачи. Следуя зову сердца, они посвящают себя благородной миссии – спасать жизни. В помощь современное оборудование. За полтора года приобретены новые наркозно-дыхательные рентген-диагностические аппараты – УЗИ и ВЛ – на 6 миллионов рублей. Обновляется автопарк. Закуплено 9 машин медицинской и 2 скорой помощи. Завершено строительство системы лечебного газоснабжения больницы имени Марзона. Модернизирован ряд кабинетов. Ты помогаешь людям. Ты радуешься, когда человек выздоровел. Если человек хронически больной, ты все равно помогаешь ему улучшить качество жизни. Назначить правильное лечение, когда приходит пациент, благодарит тебя, говорит тебе спасибо, то это дорогого стоит. На кануне Дня медика чествуют тех, кто каждый день на передовой борьбы за здоровье пациентов. В их адрес звучат слова благодарности. Почетным грамотам не числа. В зале заведующие, врачи, фельдшеры и медицинские сестры. Они, вне всякого сомнения, герои нашего времени, которые дарят надежду и вселяют веру в лучшее. Уважаемые коллеги, по роду своей работы вам очень часто приходится сталкиваться с болью, страданием, переживаниями пациентов и их родственников. Но, несмотря на это, я хочу пожелать, чтобы в ваших сердцах всегда оставалась доброта, домашний очаг был всегда наполнен теплотой, чтобы ваши близкие были всегда здоровы. Ну и вам, конечно же, крепкого здоровья. В системе здравоохранения страны работают около 40 тысяч врачей и 120 тысяч среднего медперсонала. За последние годы белорусская медицина сделала огромный шаг вперед. Снизился риск инфекционных заболеваний. Уровень материнской и младенческой смертности соответствует показателям наиболее развитых государств на планете. Поражают успехи отечественной трансплантологии. Служба людей в белых халатах стала особо заметна в пандемию. Отбросив эмоции и страх, они смогли мобилизоваться и дать отпор коронавирусу. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Весомая поддержка. По программе «Семейный капитал» открыто почти 127 тысяч депозитов. Он назначается при рождении третьего или последующего ребенка. В 2023-м сумма выплат почти 30 тысяч рублей. Большинство многодетных сообщили о намерении использовать средства досрочно. Это стало возможно с января прошлого года. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, медуслуги и образования. За последние 10 лет количество таких семей увеличилось на 70%. В семье назначается пособие по уходу за ребенком. И его размер также значительный. Сегодня он превышает уровень минимальной заработной платы. На первого ребенка мы назначаем 605 рублей. Если в семье воспитывается еще один ребенок в возрасте до 18 лет, то размер пособия уже 870 рублей, и он выплачивается на протяжении трех лет. Поддержка государства начинается еще до рождения малыша. Женщины получают бесплатное, доступное и качественное медицинское сопровождение. К тому же, например, при появлении на свет первенца выплачивается единовременно 3,5 тысячи рублей. Они ждали этого дня 11 лет. В Беларуси прошли выпускные вечера. С детством попрощали свыше 53 тысяч учащихся. Это ответственный момент вручения аттестатов и сертификатов централизованного экзамена. Впереди не менее важный этап – поступление в ВУЗы. Об этом и не только. Татьяна Горбач. 11 лет, как один миг. Александра Голуб на пороге взрослой жизни. Свой выпускной она запомнит навсегда. За плечами физико-математический класс, контрольные экзамены, первые друзья и влюбленности. Впереди поступление в технологический университет. Девушка мечтает стать программистом. Рядом, не сдерживая слез радости и гордости, самые близкие и родные. Школа для меня – это поистине то место, где ты находишь себе новых друзей, где ты пытаешься чему-то учиться, и у тебя получается. С тобой рядом постоянно твои педагоги, и они всегда тебя поддерживают. И вот эта вот теплота их, она чувствуется, и очень-очень хорошо. Мы долго растили наш цветочек, и в этот волнительный день, конечно, мы очень волнуемся, переживаем и желаем ей самого хорошего. От лица родителей мы бы хотели пожелать всем нашим выпускникам крепкого здоровья, успехов, побольше им терпения, удачи. И чтобы они все поступили туда, в те учебные заведения, куда они сами выбрали. Но мы будем их поддерживать и помогать им в этом. На лицах счастливые улыбки, в сердце трепет. Преодолен первый этап на пути под названием «Жизнь». Под звуки музыки выпускники гордо шагают по красной дорожке. Настоящее торжество юности и красоты, дружбы и верности, надежд и мечтаний. Праздник дорог родителям, которые на протяжении этих лет жили интересами своего ребенка. Вместе с ним волновались за оценки, переживали его победы и поражения. И были рядом. Кроме волнения, ничего нет. Кажется, только вчера пошли в школу. Уже один из классов. Уже взрослые парни. Да, школе огромное спасибо. Она фактически сделала с них мужчин. Это школа, в которой есть сердце. Вот это настоящая школа, в которой семья. Которая не просто вот уроки, здесь действительно дом. И мы в этом доме провели пять потрясающих лет. Детки у нас просто суперхорошие. Школа просто, просто безграничные возможности дает. У нас столько медалистов, именно номинантов всяких конкурсов, исследовательских работ. Город, область, республика. Просто все молодцы. Звучат поздравления и напутствие во взрослую жизнь. Благодарностям и грамотам не числа. И вот он, самый долгожданный и волнительный миг – вручение аттестатов. Момент дорог и учителям, ведь только они знают, как давались эти победы и чем заканчивались неудачи. Каждая школа гордится своими выпускниками, которые решительно настроены реализовать мечты и стать достойным будущим своей страны. Это на самом деле мой первый выпуск. Я счастлива, что у меня есть такие прекрасные дети. Они искренние, они умеют поддержать. Мы с ними настоящая команда. Команда, которая ценит друг друга и принимает всех такими, каким мы есть. В областном театре драмы и комедии свой праздник отмечает третья гимназия. На сцену за аттестатами поднимаются 52 человека. В их числе 10 медалистов. Ребята – победители республиканских олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов. Учреждение образования на протяжении долгих лет славится высокой подготовкой. По итогам 2022-го признано лучшим в Могилевской области. Со школой расставаться грустно, но я очень хочу поступить Максима Танка. И попробовать уже на вкус эту взрослую жизнь. Поэтому я надеюсь, что в будущее пришли только радостные мне эмоции положительные. Я познакомлюсь с многими интересными людьми, и все будет хорошо. Очень интересный и важный вечер в жизни каждого выпускника. И радостно, и грустно одновременно. Мне, наверное, более грустно, потому что все-таки это новый этап, переход во взрослую жизнь, когда ты понимаешь, что заканчивается эта юность, детство, и нужно переходить просто во взрослый этап, где ты сам, где ты самостоятельный. Кажется, только вчера они сидели за партами и учили уроки. А теперь в нарядных платьях и элегантных костюмах, немного растерянные, но счастливые, принимают поздравления. Сегодня они выпускники. Через несколько недель – будущие медики, учителя, инженеры. Многие одиннадцатиклассники с профессией уже определились. Как-никак, два централизованных экзамена позади. Мне очень хочется, чтобы выпускники нынешнего, 2023 года, достойно шли по этой дороге, выбрали свой профессиональный путь. Пусть эта дорога будет широкой, пусть она будет светлой, пусть она оправдает успехи и ожидания каждой семьи, белорусской семьи, каждой семьи в городе Бобруйске. Я испытываю чувство гордости за наших ребят. Мне хотелось бы, чтобы у них все сбылось, осуществилось и получилось, чтобы они не забывали и радовали нас своими достижениями и победами. Еще, конечно же, хотелось бы им пожелать большой удачи, потому что действительно у них есть все компетенции, которые необходимы в современном мире молодому человеку. В Бобруйске более 1150 учащихся отмечают выпускные. По всей стране свыше 53 тысяч юношей и девушек прощаются со школой. Впереди непростой, но увлекательный путь. Вступительная компания, вуз мечты и юность с ее надеждами и переживаниями. А пока последние мгновения детства, волшебный вечер и первый взрослый рассвет. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Гонка за приз. В Бобруйске выберут лучшую автоледи. Конкурсная программа включает три этапа. На первом участницы продемонстрируют знания правил дорожного движения. На втором жюри будет оценивать оформление и презентацию авто. На третьем пройдут соревнования по скоростному маневрированию. Организаторы БРСМ, ГАИ и ДОСАВ. Приглашаем всех участниц. Каждую ждет ценный приз. Обязательное условие членства БРСМ и наличие членского билета. Заявки принимаются до 28 июня. Сам конкурс пройдет 3 июля в 12 часов на площадке у Бобрусской арены. Дыхание пустыней, нашествие крыс и жертвы стихии. У берегов Греции произошло крупное кораблекрушение. Сколько людей спасено? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональду Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений. Утверждается, что политик завладел ядерными секретами и хранил дома конфиденциальные документы. Власти обнаружили их в его резиденции во Флориде. Плюс, несмотря на постановление суда, препятствовал правосудию и лжесвидетельствовал. Суммарная длительность тюремного срока может составлять до 400 лет лишения свободы. Однако, экс-президент не признал вину и заявил, что его подставили с целью не допустить его участия в предвыборной гонке против Джо Байдена, который также баллотируется во второй раз. Около 80 человек стали жертвами крупного кораблекрушения у берегов Греции. Спасены более 100. В Ионическом море затонуло рыбацкое судно, которое везло нелегальных мигрантов. Точное число пассажиров до сих пор неизвестно. На борту могли находиться от 400 до 700 беженцев из Азии и Ближнего Востока. В районе идет масштабная поисковая операция. Шансы найти выживших невелики, так как у людей не было спасательных жилетов и большинство располагались в трюме. Страна объявила трехдневный общенациональный траур по погибшим. Тысячи поляков вышли на акцию протеста в Варшаве. Люди выступили против закона в области абортов, который действует с 1993-го. В стране процедура возможна только в двух исключительных случаях – при угрозе жизни или после изнасилования. Толчком к массовому недовольству стала смерть 33-летней женщины. Врачи отказали ей в прерывании опасной беременности. В итоге погибли и она, и ребенок. Этот случай вызвал резонанс в обществе. Митинги прошли более чем в 40 городах в рамках двухдневной забастовки. Лозунги на плакатах гласят «Мое тело – мое дело» и «Я не инкубатор». Париж атаковали полчища крыс. Власти города перепробовали все методы борьбы с грызунами. При мэрии даже создали рабочую группу по сосуществованию с опасными соседями. Ее цель – предложить эффективные инициативы по истреблению серых вредителей, которые делают жизнь горожан невыносимой. В планах купить тысячи новых мусорных контейнеров и ловушки с ядом. Кроме того, планируется оказать воздействие на людей, которые бросают мусор на улицы. Решение было одобрительно встречено организациями, которые занимаются защитой животных и ранее выступали за использование нелетальных способов. Сильная засуха царит в Центральной и Восточной Германии. Жители Берлина, Саксонии и Брандербурга предупредили о вероятном вводе лимитов на воду. В ближайшее время могут запретить наполнение бассейнов, фонтанов и полив лужаек. Примечательно, что виной всему не только погода, но и зеленый активизм. В регионе недавно упразднили добычу бурого угля. Это стало причиной падения уровня подпочвенных вод. Таким образом, экологическая борьба привела к полной победе человека над балансом природных процессов. Сложная обстановка с главным жизненным ресурсом сложилась в Испании и Италии. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Дмитрий Овчаренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин